Уважаемые коллеги, решением Краевой комиссии по наградам, которая поступила в законодательное собрание, комитет рассмотрел предложение и предлагает поддержать его законодательному собранию о присвоении почетного звания почетный гражданин Красноярского края Чеханчину Юрию Анатольевичу. Он человек заслуженный, вы все могли ознакомиться с его биографией, имеет заслуги не только перед Красноярским краем, но и большое количество федеральных наград. Давно возглавляет очень важные федеральные структуры по финансовому контролю, мониторингу, которые связаны с безопасностью нашей страны. Решение комитета поддержать? Коллеги, надо поддержать. Предлагается поддержать первым втором чтении. Дмитрий Викторович. Есть ли вопросы? Пожалуйста, Павел Викторович. Не буду сейчас даваться полемику, но я не совсем думаю, что рядом с Хворостовским, Шойгу, с Долгих, Царство ему Небесное, станет тот человек, который возглавляет федеральную структуру. Я не совсем понимаю, поэтому буду голосовать. Коллеги, есть ли еще выступления вопроса? Дело не в том, что он возглавляет федеральную структуру. Дело в том, что он наш земляк и работал в Красноярском крае, и многое сделал на своем посту и в структурах безопасности. Просто в свое время он занял и федеральную структуру, и помимо того, что на благо Красноярского края человек поработал, он еще и вложился в целом в безопасность нашей страны на очень непростом и ответственном посту. А если говорить, прошу прощения, о его вкладе и участии в подготовке универсиады, то это тоже, ну прямо скажем, большая заслуга в принятии этих федеральных решений, которые позволили провести нам эти зимние игры, ну, без скромности скажу, блестяще. Не понимаю сомнений. Пожалуйста, Владимир Петрович. Получилось, что я знаю Юрия Анатольевича уже лет 30, и он, прежде чем уехать в Москву, очень долгое время работал в структурах в Красноярском крае. И поэтому наша команда, которая сейчас в Москве, самое главное, что, мне кажется, вот отличает Юрия Анатольевича в той команде, он поддерживает постоянную связь со всеми людьми, которые остались здесь и помогает, сейчас помогать не только рублем надо, но и взаимодействует и соединяет Москву с Красноярским краем. Это для нас тоже очень-очень важно. Я уж не могу касаться его работы, потому что она там полусекретная, но так или иначе, я считаю, что заслуженный человек, который родился здесь, становление прошел в Красноярском крае, и поэтому считаю, что он достоин этого звания. Коллеги, давайте, Виктор Иванович, вы настаиваете? Два слова, пожалуйста, о возможности. А то у нас еще 70 вопросов. Буквально два слова скажу, что я имею честь знать Юрия Анатольевича очень давно, и хотел бы обратить внимание наших коллег, что он, авторы разные бывают, бывают художники, бывают поэты. Он автор в Российской Федерации законодательства, которое касается финансового мониторинга. Когда уехал из Красноярского края в Минфин, вот он эту работу гигантскую всю сделал. Поэтому, конечно, с точки зрения высокого статуса, достоин, чтобы носить такое звание. Спасибо, Виктор Иванович. Павел Иванович, поддержим кандидата первым и во втором чтении? Есть ли иные мнения, кроме как поддержать? Спасибо, принимается. Спасибо.